Здравствуйте! Меня зовут Оксана Митинева и это история одного экспоната. Сегодня главный герой рубрики «Выносной запрестольный крест 17 века». Посетители музея могут увидеть лишь лицевую сторону креста и сегодня у нас есть уникальная возможность показать зрителям то, что изображено на его обратной стороне. В экспозиции музея древнерусского искусства представлен выносной запрестольный крест 17 века. На золотом фоне лицевой стороны живописное изображение фигуры распятого Иисуса Христа. Над ним на верхней перекладине в сегменте, выделенными синими клубами облаков, поясное изображение Господа Саваофа в белых одеждах. На концах средней перекладины на золотом фоне поясные изображения Богоматери и Иоанна Богослова, любимого ученика Христа. Они скорбят, видя крестные мучения Спасителя. Под распятием мы видим изображение коричневой горы Голгофы с черепом и костью. Чей же это череп? Ответ прост. Первого человека на земле, Адама, совершившего грех. Есть предание, что останки Адама находились на том месте, где был распят Христос. Капля божественной крови, упавшая на землю, омыла их и произошло прощение первородного греха. В верхней части изображения Богоматери знамени, в сегменте облаков. На груди у нее в круглом медальоне младенец Христос. Его правая рука в жесте благословения, а в левой руке свиток. На средней перекладине изображены страсти Господни. Слово страсти с церковнославянского языка переводится как страдание. Мы видим три сцены. Несение креста, снятие со креста и положение в огру. Слева многофигурная процессия на фоне темно-зеленых горок. Впереди, согнувшись под тяжестью большого шестиконечного креста, идет Симеон Кередниянин. Он пронес крест Спасителя часть пути на гору Голгофу, когда Христос совсем обессилел. Чуть поодаль, друг за другом, такие же христы несут два разбойника. Далее в окружении воинов следует Христос в светлокоричневом хитоне. В центральном клейме на фоне городской красной зубчатой стены возвышается крест. По тонкой лестнице, приставленной к нему, спускается Иосиф Аримафейский, удерживая тело Христа. Справа юный Иоанн Богослов поддерживает Христа за колени. Ему помогает Никодим, тайный ученик Спасителя. Справа и слева – плачущие жены и Богоматерь. Далее изображено лежащее на плите гробница тела Христа, повитая пеленами на фоне темно-зеленых зданий города. Его голову поддерживает склонившаяся над ним Богородица. Вокруг – ученики Христа и женщины, утирающие слезы. Этих женщин мы видим и в следующей композиции. Они принесли мира, чтобы помазать им тело умершего Христа. Поэтому их так и называют – жены-мироносицы. Действие происходит в пещере. В центре изображена раскрытая гробница с лежащими внутри белыми погребальными пеленами. Справа у гроба на сером круглом камне поседает ангел в белых одеждах с тонким красным посохом в левой руке и указывающий правой рукой на пустую гробницу. Следующая композиция называется «Сошествие в ад». В центре на фоне черно-синего проема пещеры изображен Христос, стоящий на коричневых перекладинах креста. Это двери, ведущие в ад, который разрушил Христос. Поэтому вокруг видны разлетевшиеся петли, ключи, гвозди, цепи. В левой руке Христос держит крест, а правую протягивает Адаму. В нижней части креста изображен архангел Михаил Брост. На нем голубые латы с зеленоватой перевезью, с крупными белильными точками, красный плащ с фибулой на груди и высокие бордовые сапоги. У него меч в левой ножны, украшенные тонкими лентами. Крест этот был выполнен в Великом Устюге в 17 веке. Живописные клейма на золотом фоне написаны темперными красками. К сожалению, пока не удалось установить, из какого храма поступил крест в музей. Но надеемся, что работа в городском архиве поможет это выяснить. Крест укреплен на длинном древке. Такие кресты обычно помещались в алтаре за престолом и выносились в особо торжественных случаях во время крестных ходов. В собрании Великоустюгского музея-заповедника хранится семь выносных крестов. Три из них 17 века и 4 18. Все они, кроме одного украшенного резьбой, имеют живописные изображения святых или сюжетные композиции. Субтитры создавал DimaTorzok